здравствуйте дорогие друзья сейчас немного вставлю кадриков не выходила на связь с вами неделю некоторые спрашивают да куда пропало 10 дней не снимала вам видео как говорится по техническим причинам у нас не было интернета неприятная ситуация но рассказывать я ее не буду потому что у каждого и так много проблем еще вам не хватало моих проблем давайте будем разговаривать про сад вот сейчас все наладилось сделали интернет так что вам теперь буду почаще видео снимать видите вот так сделала я буковкой г опять мне мой супруг прокопал буковкой г можно сказать полу треугольничка буковкой г именно под смородину земельку эти кустики и взрослые есть помоложе они очень хорошо плодоносят сейчас конечно осень они уже незрачные но зато зимой будет интересно смотреть видео пересматривать и иногда тоже пересматриваю особенно когда прошло два три года но интересно вспомнить как было и как становится сюда пересадили они уже конечно и на том месте пожухли осенью смородина очень хорошо приживается и вообще она очень хорошо приживается старые веточки я в некоторых смородинах удалила оставила новый на одну две веточки старенький оставила для того чтобы смородина плодоносила это вся смородина черная теперь она будет расти у меня вот здесь в одном месте но единственное за помидорной теплицы у меня есть два кустика черной смородины и еще около огуречной 2 посажу и она все равно здесь близко вся рядышком будет в зоне огорода вот здесь мы с ним и посадили 6 молодых вишен ну как молодых они уже четырех годовалые где-то вот так по 4 годика им уже есть с одной стороны три вишни и с другой стороны три вишни сейчас они чуть приживутся есть для этого погода я думаю они схватятся стволики я у них покрашу чтобы они красиво смотрелись я вот так обложил их камешками почему потому что к ним ножки хочу на весну посадить тюльпаны чтобы у них в приствольном кругу ранее весной цвели тюльпаны нарциссы чтобы это было красиво цветов еще мало а любоваться нам надо я думаю с нашими вишенками будет все хорошо здесь будет такая аллея потом я ее облагорожу и у нас такой будет вишневый сад да вот такой прям вишневый сад вот и я думаю весной будет очень красиво конечно я потом камешки уберу в приствольные круги чуть побольше сделаю и наверное бордюрной ленты сделаю вишенки я ранней весной сформирую теперь я живу могу на улице выходить сформирую и сейчас будем их покрашу не только для эстетического вида для красоты но и конечно от вредителей мало ли зайчики там еще что-то вот дорогие друзья убираю я теплица сегодня 12 октября вытернула все огурчики убрала помидор на теплице сейчас зайдем посмотрим как там стало хорошо оставила один острый перчик сегодня у нас был первый большой заморозок минусовой прям все белым было машину отогревали наверное минут десять сегодня лед прям был вот оставила острый перчик ему я думаю ничего не будет вот потом его вырву привожу в порядок сейчас огуречную теплицу видите здесь все еще лежит сорняки надо выдрать обработать теплицу зимует у меня вот так шланг вот такой в теплице висит прекрасно зимует уже четыре года кстати шланг друзья покупала да наверное год три назад прекрасный шланг здесь играются мои ребята малыш привет боксин что ты делаешь нюхаешь 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 малыша скажет где шлялся малявка малыш у нас очень умный котик гуляет просится в туалет на улицу прям лопопусечка малыш да где доктор потеряли друзья антошка это наш старший котик ему уже 10 лет про малыша вы знаете кто смотрит мои видео это у нас новый котик уже подрос большой такой малыш так здесь оставляю еще петрушку петрушку почему оставляю меня на подоконнике сушится шиповник вот еще засолки последние доделываю и нет ни местечко положить петрушку на сушку заморозила я очень много на супчик на салат очень много у меня зелени замороженные овощей замороженных зимой будем что-нибудь вкусненькое готовить с вами вот и очень люблю я сушеную зелень укроп петрушку я всегда сушу это придает абсолютно другой аромат запаха именно супу очень вкусно у меня прям напоминает запах детства здесь очень много петрушки друзья в теплице на 1 на 2 грядки очень много на сушку очень много и на заморозила много даже можно будет кому-то отдать вот кто захочет вот так я привязываю веревочки все не снимаю которую веревочки хорошие веревочку очень очень плотно такая хорошая я всегда подвязываю служит она мне не один даже не два и не три года несколько лет она мне служит и вновь потом я подвязываю также огурцы помидоры смотря что растет в теплице но друзья убираюсь убрала я тепличку вот такая красавица получилась вся чистенько вся хорошая останется только ее обработать хотя вредителей не было фитофтора не было но все равно вот такая красота и весной с удовольствием можно все высаживать а по диму я наверное посажу салат лук но буду вам видео показывать теперь друзья вот моя вторая убранная тепличка это помидорная тепличка веревочки вот так оставляю и оставься один один одинешенько острый перчик сегодня был мороз листики смотрите повесил но ничего я в этом году не сажала острых перцев посадила вот только один дядя моего супруга проезжал когда в гости съел наверное банок 6 этой халапени очень любит получается кислоостровато очень вкусно но баночку подделаю в следующем году обязательно посажу острые перчики вот начали краснеть но пускай посидит до завтра друзья дима мне помог прокопать грядку обрамил ее досочками спасибо нашему другу он нам дал досок мы их не покупали вот на грядке такие но на несколько может быть на год на два пойдет потом поменяем вот сделал мне грядку по чеснок чтобы мы в следующем году были с чесноком сегодня 12 октября я всегда сажаю 12 14 октября вот 15 октября ну вот и где-то в этих числах сажаю каждый год сейчас я грядку прорыхлю сорняки все выдерну и покажу какой мне чеснок он лежит целый год практически вот ну сейчас скажу а в том году у меня был свой чеснок и еще скажу он наверное начал прорастать где-то уже ближе к августу месяца он лежит отлично вот считайте с выкопки да и до следующей посадки целый год он лежит не прорастая в обычной в обувной картонной коробке я его обычно кладу на антресоль сухое место либо на кухонный шкаф и хранится отлично крупные головки сейчас покажу какой какой чеснок сажаем видите земелька рыхлая отличная в нее есть уже и зола но зола у меня есть я ее чуть подсыплю еще золой чеснок любит очень зольную земельку вот а вот здесь я начала рыхлеть смотрите какая отличная земля смотрите пушистая хорошая земля поливать я его ни в коем случае не буду у нас было очень много дождей земля влажная я просто его покажу когда буду сажать покажу вам зубчики головки и буду его сажать у нас был сегодня минус один но сегодня завтра морозов ночных не передают а за 5-7 дней он прекрасно схватится я своего мнения не меняю и чеснок рано не сажаю и отлично все получается а вот я исправилась с чесночной грядочкой конечно же здесь будет дорожка тоже беленькая красивый в этой зоне будет огороде грядочки покраситься так ну что показываю вам чесночок друзья вот в такой ложке у меня чесночок немного я вас обманула но не специально исправляюсь чеснок я конечно же посадила на своей даче но так как мы ее пробили когда покупали дом это у меня получается свой чеснок с того года и конечно же у меня его осталось немного вот мне давала моя соседка по даче потому что именно ее сорт я выращивал сорта я не знаю вот буду его теперь увеличивать сейчас посажу вот этот чеснок и следующем году 2023 я его выкупаю и посажу весь этот чеснок чтобы побольше меня был мне придется досаживать чеснок и другого сорта обычного синего чеснока тоже крупные хорошие головки но вот с этим чесноком не сравнится это мой чеснок смотрите друзья сейчас покажу вам чтобы камера фокусировала а вот подальше надо смотрите этот чеснок вот один зубчик смотрите один зубчик насколько крупный иногда бывает такого размера чесночина целиковая вот который синий чеснок обычно продает он мелкий но по вкусу хороший вот этот чеснок он очень и ядреный и в то же время сладковатый очень вкусный чеснок во первых очень сочный чеснок вот его на джику да куда вот угодно очень любим помидоры с чесноком чеснок сыр и майонез очень любим помидорки вот смотрите какая прелесть какой чеснок огромный вообще обалденный это вот один зубчик и вот такие зубчики я конечно вот это сниму одной рукой мне неудобно друзья тот кто не знает снимает верхнюю шубку чеснока и все и больше мы его не чистим ничего и заглубляем я его где-то заглубляю на сантиметров восемь-десять поглубже прекрасно весной всходит никогда не было чтобы какой-нибудь зубчик не взошел всегда головки огромные я вот от головку не могу я его вот уже видите начала весь ну вот это вот это вот это это все с одной головки ну вот вы представляете смотрите два зубчика огромных три зубчика огромный 4566 зубчиков в одной чесночине и представляете какого размера чесночина ну вот такого с ладонь с ладонь чесночина друзья лунки я проделываю вот у меня есть такие грабельки обычными грабель чем угодно и просто вот так делаю чуть верчу и все и получается лунку очень удобно и быстро сажать чеснок обратной стороной потом да вот так взять и закопать вот видите где-то на 5 8 сантиметров я сажаю и всегда все хорошо и вот так закапываю и все быстро и хорошо и наш чесночок а золой как я вам сказала золой я просто при прошу грядочку и сверху и чуть замульчирую а весной зола у нас пойдет да как бы весной я тоже подсыпаю чеснок очень любит зольную землю зимой будем смотреть как пилили видите у яблоньки вот такой вот ну грибок не грибок так бывает на многих яблонях но от этого ветки сохнут вот ведь она прям сухая вся сломается носа а соответственно когда сухие зачем они будут на дерево сухие ветки все отпилили и яблонька стала чуть поменьше крона вся зелененькая хорошая ты стал красивый каркас у яблони на внешнюю почку я ее обрезала все сформируется оставила вот там два крыжовника жду пока листва облетит вся потом грабельками соберу потому что буду делать газон во первых сейчас стало намного светлее и деревьям они будут хорошо плодоносить они хорошо и плодоносили но затеняли друг друга уже сильно разросся сад и во первых на 30 сотках это все в одном углу все деревья и взрослые маленькие их просто начинаю рассаживать по саду пересадили смородины вам сейчас покажу вот потихоньку занимаемся огородом вот убрали оттуда вишни сливы вообще много попилили потому что у нас очень много слив на том дальше участки но дальше никак не привыкну дальше очень много слив много вообще плодовых деревьев поэтому я их рассаживаю по саду в зону огорода туда а здесь будет декоративная зона около шатра потом я сделаю пруд прудик вот с той стороны как говорила дома будет фонтанчик вот домом тоже занимаемся сделали батарейку в доме отлично получилось по ремонту что-то делаем вот пока мы находимся в этой части сада помните когда мы купили участок у меня есть видео здесь был такой заросший заросший сад деревья мы пересадили вишневые молодые вот 4 вишни по забору я оставила не 46 вишен мы молодых зимой пересадили я думаю они приживут с осенью хорошо приживаются вот вот эта молодая яблоня очень и очень вкусная но она была не сформирована у нее все ветки наклонялись до земли были такие заросли я их сформировала закрасила краской красивый каркас у нее получился друзья но в принципе я наверное первый кадр вставлю монтировать буду про смородину куда пересадили как пересадили два кустика я оставил я посажу около грядок а там вот чтобы в одном месте была черная смородина у нас есть еще красная смородина она очень декоративная красиво здесь кустик останется в зоне отдыха белая смородина у меня прижилась все уже так пожухла разгуляем смотрите гортензия аннабель вся стала коричневого цвета листики облетут буду обрезать вот но сегодня не буду вас долго то видео получит длинным не буду вас долго задерживать